В этом году школьные лагеря дневного пребывания открыли двери для 9292 юных сочинцев. В этом году они работают по трем профилям. В одних выращивают рыбу гамбузию и выпускают ее в водоемы, в других ребята вступили в кулинарный клуб, в третьи, как например в 15-й гимназии, выбрали хоровое направление. Сегодня в день закрытия смены ребята продемонстрировали все свои вокальные способности. Раз-дощечка, два-дощечка, будет песенка! Раз-словечка, два-словечка, будет песенка! Вместе весело шагать по просторам! Если у вас есть талант, поделитесь им с друзьями. Если вам есть что показать миру, покажите. Если ваша душа поет, пойте вместе с нами. Это девиз нашей лагерной смены в этом году. Вся программа лагеря была занята музыкальным воспитанием детей. С целью популяризации хоровых игр мы каждый день пели какие-то песни. Идея у нас была приучить детей к хоровому пению. В рамках работы летней лагерной смены 15-я гимназия успела принять участие и во всероссийской вокальной эстафете «Душа поет», которая проводилась в поддержку российских участников хоровой олимпиады. Песни, уверены преподаватели, помогли школьникам не только весело провести время, но и раскрепоститься, найти друзей. Напоследок ребята также получили заряд позитива. Каждый поучаствовал в шоу-программе, а также обменялся добрым подарком. На школьной ярмарке гимназисты представили свои кулинарные изыски и даже хендмейт-изделия, которые мастерили в лагере. Все вкусности раскупили родители и гости. А такими румяными блинами угощали предъявители вот таких пригласительных листовок. Их ребята сами распространяли по району. В целом летняя кампания в Сочи проходит достаточно активно. Яркая и насыщенная программа подготовлена для ребят разных возрастов. К примеру, для подростков работают лагери труда и отдыха, где дети получают свои первые заработанные деньги. А вот многие ребята, которым понравилось в лагере, могут продлить свои каникулы. Сочи получил путевки в Международный детский центр «Артек». Уважаемые родители, если ваш ребенок является победителем краевых, городских, всероссийских конкурсов, спортивных, интеллектуальных, если он является отличником учебы и у него есть призовые места в конкурсах, то обращайтесь в управление по образованию и науке, вы будете включены в список кандидатов, которые будут получены путевки. Путевки совершенно бесплатны. Лагерь сплачивает ребята, а еще дает возможность педагогам убедиться, что их ученики все-таки самые веселые, умные, активные и творческие.